В 2024 году Землю присоединилась мини-луна, которая на протяжении двух месяцев находилась в орбитальном взаимодействии с нашей планетой. Этот небольшой объект задержался рядом с Землей, совершил несколько кругов вокруг нее, как будто специально посетив нашу планету, чтобы взглянуть на нее поближе. Затем он, как вежливый гость, наконец покинул нашу орбиту и отправился обратно в космическое пространство, чтобы продолжить свой путь вокруг Солнца. Однако в последние месяцы астрономы сделали новые заявления, что еще один необычный объект давно сопровождает Землю в ее путешествиях по Солнечной системе. Этот объект не был замечен в течение недель или месяцев, а уже более шести десятилетий находится в так называемой группе спутников, сопровождающих нашу планету. Он очень редкий и необычный. Его называют квазилуной, что означает, что он не является полноценным спутником. Но тем не менее, долгое время движется вблизи Земли и ведет себя почти как ее спутник. Но что именно подразумевается под этим названием? Это что-то вроде резервного или вспомогательного спутника? В отличие от нашей молодой, загадочной и яркой Луны, которая освещает ночное небо и даже по некоторым народным поверьям, влияет на оборотней, квазилуна не вращается и не обходит нашу планету. Вместо этого она вращается вокруг Солнца и движется по почти такой же орбите, что и Земля, практически в полном согласии с ее движением. Можно провести аналогию с бегуном, который участвует в марафоне и бежит вместе с вами, стараясь поддерживать примерно одинаковую скорость, чтобы не отставать и не отставать. Космос кажется нам спокойным, безмятежным и тихим, когда смотришь на ночное небо. Однако на самом деле он полон хаоса и динамических процессов. Там постоянно между собой взаимодействуют такие гиганты, как Солнце, Луна, Земля и другие планеты. Эти тела притягивают друг друга, создавая сложные гравитационные взаимодействия. Кроме того, к этим взаимодействиям присоединяются меньшие объекты, такие камни и камешки, небольшие по размеру, но важные для понимания всех процессов. И они тоже испытывают притяжение. Большинство астероидов не могут сохранять такой тонкий баланс в течение долгого времени, потому что любые, даже малейшие, колебания могут вывести их из стабильной орбиты. Так, их или подтягивают ближе к Земле, или вытягивают в более дальние уголки Солнечной системы, или же они быстро меняют свои траектории, если сталкиваются с другим объектом или сильным гравитационным полем. Это постоянное движение и непредсказуемость делают их очень уязвимыми к изменениям. Вот почему добиться долгосрочной стабильности у большинства из них невозможно. В основном они либо сближаются с Землей слишком близко, чтобы стать ее спутниками, либо ускользают в бескрайний космос. И тут важно отметить, мы можем заметить сразу несколько таких объектов одновременно не часто, потому что большинство из них просто не могут поддерживать баланс так долго, как нам кажется. Они принадлежат к более крупной группе, которая называется карбитальными объектами или спутниками-карбиталами. Там есть разные типы, в зависимости от характера их движения относительно Земли. Но в отличие от нашей настоящей Луны, которая является спутником с очень древних времен, эти квазилуны, временные гости, они не задерживаются навсегда. Некоторые из них бывают с нами всего лишь несколько десятилетий, поскольку они либо теряют свою устойчивость, либо исчезают из-за гравитационных возлияний. Другие могут находиться рядом сотни лет, прежде чем их гравитационная связь ослабнет, или их вытянуты натяжениями других объектов. Поэтому их образно сравнивают с собакой, которая бежит за вашим соседом. Унюхав аппетитный бекон, эта собака просто привязана к вам и вашему землянину, но не навсегда. Еще один очень важный аспект о квазилунах – их размеры. Большинство этих объектов очень малы. Размеры их часто соизмеримы с зданием или даже меньше. Они настолько тусклые, что глазом их разглядеть практически невозможно, особенно невооруженным взглядом, они могут хорошо спрятаться среди звезд, маскируясь под них. Несмотря на это, эти объекты играют важную роль в научных исследованиях. Поэтому ученые, изучая их, узнают, как движутся небольшие объекты, находящиеся поблизости от Земли, и как долго такие объекты могут оставаться в гравитационной ловушке планеты. Эти квазилуны потому, что они помогают понять, как работают космические системы на малых масштабах. Изучая их, мы получаем ценную информацию о том, каким образом небольшие объекты могут поддерживать относительно стабильную орбиту неподалеку от планеты, несмотря на сильное космическое хаос и влияние других тел. Особенно важно то, что такие объекты находятся на гораздо более близком расстоянии, чем другие астероиды. И этим они становятся более доступными для будущих исследований и даже космических миссий. В будущем они могут стать как раз теми перевалочными базами, через которые мы будем осуществлять междузвездные путешествия и исследовать космос. До этого момента у Земли уже был свой комплект таких спутников-последователей. Одним из самых известных является объект 2016 HA3, получивший ласковое название «Постоянный спутник Земли» или просто «Постоянный спутник». Этот камень невелик, его диаметр всего около 300 футов, но он сопровождает нашу планету уже почти целое столетие и движется вместе с Землей, словно ее космический двойник. Астрономы считают, что такой объект сможет оставаться рядом еще много веков, оставаясь веерным, спутником, в течение, возможно, нескольких сотен лет. В будущем, по прогнозам, он может просуществовать еще значительно дольше, сохраняя свой долгий ансамбль с нашей планетой. Но что нам известно о недавно обнаруженном объекте? Его назвали 2025 PN7. Как и говорили ранее, он находится рядом с Землей уже 60 лет и, скорее всего, будет сопровождать нашу планету еще примерно 68 лет. Этот объект долго оставался невидимым для астрономов, так как его размеры крайне малы – всего около 62 футов в диаметре, что примерно равно длине одной дорожки для боулинга. Это также помогает понять, могли ли бы мы заметить его собственными глазами, если бы знали, куда смотреть. Его происхождение до сих пор остается загадкой. Астрономы пока не смогли определить его состав или происхождение. Пока что мы можем с уверенностью сказать только одну вещь – его траекторию, по которой он движется в космосе. Некоторые из подобных квазилун – это просто астероиды около Земли, которые случайно попали в стабильную орбиту. Другие могут быть осколками Луны, оторванными во время больших космических столкновений. Например, есть еще одна подобная квазилуна с названием Кэмуоло, которая отражает свет так же, как лунные камни, привезенные на Землю во время миссии Аполлон. Из-за этого некоторые ученые предполагают, что этот объект мог остаться после крупного удара, который произошел очень давно. Есть и такой объект, как 2024 ПТ-5, временная мини-луна конца прошлого года. Анализ показал, что его поверхность очень похожа на лунный базальт, что указывает на его происхождение именно от Луны. Но как же эти квазилуны сохраняют свою необычную равновесную орбитальную игру? На самом деле это всего лишь иллюзия. Все их движения основаны на очень сложных гравитационных взаимодействиях и орбитальных резонансах. Помните, что 2025 ПМ-7 и другие подобные объекты не вращаются вокруг Земли в обычном понимании этого слова. Взглянув на них, кажется, что они лениво делают петли вокруг пути Земли, оставляя на небе рисунки в виде каракуль. Эти движения на самом деле связаны с тем, что они движутся по очень точной орбите, которая совпадает с движением Земли вокруг Солнца. Астрономы называют такую орбиту резонансом один к одному. Проще говоря, эти объекты делают один круг вокруг Солнца в тот же промежуток времени, что и Земля – это их главный баланс. Самый интересный вопрос – а почему, если эти объекты настолько близки для наблюдения, они не притягиваются к Земле и не становятся ее настоящими спутниками, особенно учитывая, что они очень малы и кажутся такими близкими? Это связано с тем, что хоть и принадлежат к группе близких к Земле объектов, по факту они находятся очень далеко, значительно дальше, чем наша настоящая Луна. Луна находится примерно в 239 тысяч футов, около 384 тысяч километров от Земли. А эти объекты движутся по орбитам, растянутым миллионы миль за пределы гравитационной сферы планеты. Эта зона, называемая гелиосферой или гравитационной границей Земли, это пространство, где гравитация нашей планеты сильнее, чем у Солнца. Ее еще называют горловой зоной, потому что она похожа на пузырь, радиус которого составляет около миллиона миль. Все, что внутри этого пузыря, например, настоящая Луна или мини-Луна, может легко оказаться под влиянием гравитации Земли. Вышагнув за границы пузыря, мы попадаем под власть Солнца и его огромной гравитационной силы. Это именно то, что произошло с объектом 2024 ПТ-5. Он был нашим настоящим спутником целых два месяца в 2024 году. Он вошел внутрь гелиосферы, и гравитация Земли взяла верх. После этого он стал называться мини-луной. Но поскольку он был очень мал и двигался очень быстро, в конце концов он снова покинул эту гравитационную зону, и гравитация Солнца снова начала его притягивать. Еще один интересный тип спутников, отличающийся от квазилуны и мини-луны, это так называемые лошадиные подковы, или орбитеры в форме подковы. Эти камни не очень далеко отклоняются от Земли, но с нашей точки зрения они кажутся движущимися вперед и назад, то опережая нашу планету, то отставая чуть позади, а затем снова возвращаясь. Это похоже на тактику под прикрытием полицейского, который преследует вас в дорожных условиях. Он постоянно меняет полосы, чтобы не дать понять, что именно он делает, и не дать сделать выводы о его поведении. Если проследить их движение с точки зрения наблюдателя на Земле, то оно образует гигантскую подкову. Отсюда и название. И это всего лишь часть таких объектов. Есть еще и за пределами, так называемые троянцы. Эти объекты не просто следуют за Землей рядом, как квазилуны. Они нашли два специальных укромных места. Области, расположенные на 60 градусов вперед и 60 градусов позади нашей планеты. Можно представить себе ситуацию, что вы едете на велосипеде, а за вами велосипедист, идущий впереди, и другой пандам позади. Обе эти точки расположены в специальных точках Лагранжа, где гравитационные силы Земли и Солнца идеально сбалансированы. В этих точках такие космические объекты могут оставаться миллионы и миллионы лет, не смещаясь. Юпитер обладает огромным количеством таких троянских спутников. Оно просто снится. Их у него очень много. У Земли их всего несколько или чуть больше, чем у Юпитера, поскольку у нее более ограниченная гравитационная зона. Есть и также и тетпуловые объекты. Это такие жучки, которые не сидят статично в точках Лагранжа, а раскачиваются вокруг них в ленивых овальных движениях, напоминающих бобы на нитке. И если этого недостаточно, есть еще и скачущие троянцы. Непоседливые и неустойчивые. Они не могут определиться, кому они принадлежат, и проводят тысячи лет, меняясь между позицией впереди и позади Земли, постоянно перемещаясь в этих точках и возвращаясь обратно. Это крайне необычно, странно и очень интересно. Так что, несмотря на то, что у Земли есть то льва к нам льмлите, только одна основная луна в небе, у нее действительно есть целая команда космических спутников. Преследователей. Некоторые из них кружатся, некоторые идут за нами, другие прячутся в самых укромных уголках космоса. А теперь давайте напомним себе, какие сильные стороны есть у нашей настоящей Луны. Она влияет на приливы и отливы, замедляет вращение Земли и помогает сохранять стабильный наклон планеты. Без Луны наши дни были бы короче, ночи бы темнее, а смена сезонов более хаотичной. Луна также выступает в роли гигантского защитного щита. Она улавливает или отбрасывает некоторые метеориты и космические камни, те, которые в противном случае могли бы случайно столкнуться с Землей. Не стоит забывать и Эмма о ее культурной роли. Многие мифы, календари, любовные песни и романтические прогулки в темную ночь связаны именно с Луной. В отличие от этого, фальшивые Луны, квазилуны, не имеют такой символической роли и не заполняют наши сердца особым вдохновением. Но, несмотря на это, их значение также велико. Каждое новое открытие этого типа объектов помогает ученым понять, как могут выживать и функционировать такие маленькие космические тела в этом безумно хаотичном пространстве. Изучая их, мы не только расширяем знания о космосе, но и получаем более глубокое понимание о себе самих. Они помогают улучшить наши методы обнаружения малых объектов и моделирования их движений. В итоге, хотя эти объекты не сияют ярко в ночном небе, их тихая роль очень важна и способствует развитию нашего понимания окружающей нас необычной космической среды. На сегодня все. Если вы почувствовали, что ваше любопытство утолено и вы узнали много нового, скажите спасибо этому видео, поставьте лайк и расскажите друзьям. А если вас продолжает интересовать эта тема и вы хотите узнать еще больше, просто нажмите на другие видео, размещенные рядом. И оставайтесь с нами, чтобы продолжить этот интересный путь по светлой и загадочной космической реальности.